Заморозить цены в России многим бы хотелось. Сразу скажем, вряд ли получится. Но зачем же их безудержно вздувать? А именно так нередко и происходит. О том, как, репортаж корреспондента программы «Вести» дежурная часть Виталия Кармазина специально для «Вести» недели. Фуры из Турции, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана ежедневно приезжают на одну из крупнейших баз Подмосковья – Домодедовскую. Тут сделки на каждом шагу, все цены объявляют устно. Впрочем, и здесь можно наткнуться на обман, когда попахивают не только гнильцой, но и криминалом. К примеру, фуры из Белоруссии везут то, что везти вообще-то не должны. Вы где принимали, по-другому взгляд? Я в Кище. Это польский. А, это польский, а те чилийские где-то в Португбине? Нет, тоже польский, но там делают как чилийский. Да, да, да. А пишут «Чили» просто и все, да? Ну, документы чилийские, значит, сам. Не, ну понятно, понятно. Но даже эти польско-чилийские гибриды здесь стоят 49 рублей, здесь стоят 49 рублей. Стоят 49 рублей. Стоят 49 рублей. Впрочем, и здесь можно наткнуться на обман, когда попахивают не только гнильцой, но и криминалом. К примеру, хуры из Беларуси везут то, что везти вообще-то не должны. Вы где принимали, по-другому взгляд? Я в Кище. Это польский. А, это польский, а те чилийские где-то в Португбине? Нет, тоже польский, но там делают как чилийский. Как чилийский? Да, да, да. А пишут «Чили» просто и все, да? Не, ну документы чилийские, значит, сам. Не, ну понятно, понятно. Спасибо. Спасибо.